Всем привет, друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль, мы продолжаем карьеру на максималках. Если вы случайно наткнулись на эту серию, то, как обычно, по подсказке рекомендую начать смотреть с первой. Ну а если вы попали туда, куда и хотели, то расскажу вам, как дела у клуба Новый Пазар в сербской первой лиге. Обратите внимание, что мы одерживаем рекордное количество побед. У нас осталось два матча до завершения сезона, и мы на первом месте. Ну вот уже финальная фаза, 87 очков у нас, у ближайшего преследователя 65. Всего два поражения. Представляете? Всего два поражения, 6 ничьих и 27 побед. Хочешь попробовать себя в роли владельца футбольной команды? Создай ее в футбол-тим. Футбол-тим за каждым футболистом реальный игрок, который ежедневно тренируется и прокачивает свои навыки. Чем усерднее стараются футболисты, тем сильнее становится команда. Ну а самые внимательные найдут в этой вставке несколько секретных кодов от разработчиков. Если ввести их в специальном поле, получите приятные бонусы, так что присмотритесь. Если ты еще не с футбол-тим, то это легко исправить. Регистрация моментальная в один клик через ВКонтакте, Фейсбук или Гугл. Переходи по ссылке в описании, забирай бонусом 200 энергии и до встречи на поле. Очень мощно мы сыграли этот сезон. И это, наверное, самый легкий сезон был в моей карьере в этом ФМе. Но вот проиграв «Партизану» в последней серии, я больше не проигрывал. Поэтому не было ни переигровок, ничего такого, в чем бы вы могли меня заподозрить. Ну потому что вы видели матчи, я честно вам показывал матчи, насколько мы лучше соперников. То есть в большинстве игр мы намного были лучше. То есть там прям вообще просто разгром по XG. Бывали матчи более-менее равные. Ну вот, например, с командой «Младость» у нас такие терки были. Они у нас первый матч выиграли и всегда навязывали нам какое-то сопротивление. Здесь может показаться тоже, что по XG у них много. Но надо понимать, что незабитый пенальти у них был в этом матче. И только за счет незабитого пенальти такой большой XG. А по сути, ну тут у нас троечка. У нас троечка. А у соперника, ну вы видите. У соперника там, ну может быть что-то около 0.4, 0.5. Ну половина гола по XG. Да, у нас мы почти, ну мы на свои три наиграли уж. Что тут скажешь. И доминация была, действительно. Доминация. Команда играла здорово. Видаков забил два очередных своих гола. Максимович голевыми передачами блещет. И это соперник, ну прям реально топовый, который выбыл из лиги выше. Из суперлиги в прошлом сезоне они выбыли. И по составу они типа, ну крутые считались. Но мы с нашей тактикой всех просто перемололи. И это финальная фаза, в предварительной фазе. Ну тут у нас было уже 74 очка к самому-самому старту. Представляете? Насколько мы были просто лучше и сильнее. Насколько мы были, ну просто превосходнее. В середине сезона был момент, когда Цервена Звезда осталась без тренера. Так получилось, что их менеджер, его звали Жарко Желичич, Жарко Еличич, наверное. В комментариях напишите, как правильно. Так вот, Жарко ушел туда, где пожарче, в Италию. И возглавил Аталант. В середине сезона Цервена Звезда осталась без тренера. И одним из кандидатов, главным даже, я бы сказал, кандидатом, был Кураж Бомжей. На пост главного тренера Цервены Звезды. И со мной не велись переговоры. Несмотря на то, что вот в бирже труда, вот это есть здесь таблица такая, где указывается, кто главный претендент. Вот здесь был указан, вы не поверите, наш Кураж Бомжей. Я думал, сейчас Цервена Звезда ко мне обратится, ну предложит мне возглавить. И будет, ну какая-то дилемма, будет какое-то голосование. Я уже готов был настроить это голосование у себя в Телеграме. Но предложение не поступало. И в конце концов, Цервена Звезда просто выбрала другого менеджера. А к главному претенденту даже не обратилась. И я не стал кидать резюме, потому что у меня в новом Пазаре все хорошо. И, ну правда, наверное, вам было бы неинтересно, если бы мы перешли просто вот разом в лучшую команду Сербии. Если бы такое предложение было, и Цервена Звезда нас бы приняла как менеджера, и уже все было бы готово, предложила бы контракт, вот тогда бы я устроил голосование. И тогда бы вы уже решали, там, может быть, кто-то хочет Цервену Звезду, там, Еврокубки и все дела. А может быть, кто-то хочет с новым Пазаром дальше развиваться. А может быть, вы ждете, что в межсезонье сейчас нам предложат какой-то другой пост, какой-то другой клуб. Так что все может быть. И наша карьера интерактивная. Пока в этот раз у нас не было просто вариантов, пока не было такого, что мы бы выбирали оставаться или уходить. Потому что из Нальчика история, ну, сами понимаете, какая была. Там, либо вали и развивайся, либо оставайся. Но сидеть в Нальчике я, естественно, не мог и не хотел. Атрибуты и лицензии. Мы сейчас проходим обучение уже на континентальную лицензию B. Мы прошли очень много обучения в новом Пазаре. Ну, вот считайте, все национальные лицензии мы уже получили. Получили континентальную лицензию C. Сейчас континентальная лицензия B, потом континентальная лицензия A и потом континентальная лицензия PRO. То есть уже мы не так далеко от максимальной, самой крутой лицензии. Ну вот, смотрите, скиллы. Как они изменились. Уже тренировка тактики на 11. Уже уровень дисциплины 15. К нам игроки практически не подходят жаловаться. Ну и решительность 9, знание игроков 8, понимание молодых игроков 8. Так что тут все довольно неплохо складывается для нашей команды. И из таких еще интересных событий Владимир Петрович постоянно бомбит. Он то говорит продайте меня, то говорит уберите меня из трансферного списка. Я его, естественно, выставил на трансфер. В расчете на то, что ну хоть кто-то его купит. За него нам предложили 4000, я отказался. Потом мы начали играть, играли хорошо. Петрович был доволен и говорит уберите меня из трансферного списка. А сейчас такой, ну все, вы меня достали, я не могу терпеть ваши отношения. И из ничего вообще он решил забомбить. Просто вот человеку нечем заняться. И он такой, а вот буду бомбить, буду говнить, буду ругаться с вами. Ну захотел поругаться, поругался. Мы его снова выставили на трансфер. И теперь посмотрим, может быть кто-то его приобретет. Может быть уйдет сам, но в любом случае у него еще год контракта будет. Следующий матч покажу вам не случайно. Это будет юбилейная, 200-я уже игра в карьере Куража Бомжей. Ну и вы здесь можете на паузе почитать, что про него пишут, как уроженец. Скромного города Писик Кураж Бомжей победил в прорве лиги в Сербии в этом году. Это действительно здорово. Стиль нашего владения под контролем работает просто прекрасно. Ну и, в общем, сейчас Бомжей увеличивает свою репутацию в футбольном мире. Готовимся к матчу против команды Жаркова. Команда в хорошей форме сейчас находится. Но мы попросим ребят сыграть так же хорошо, как они играли до этого. Сейчас даем шансы нашему легионеру Ральфу Экелю, немцу, которого мы взяли. Ну и он не успел набрать форму. Ну вот передо мной стоит дилемма. Подписывать ли с ним контракт, мы уже выходим в Суперлигу, 100%. Нужен ли нам такой игрок в Суперлиге? Вот мы его сейчас проверим в этих матчах. Если немец выдержит испытания, то мы его подпишем. С точки зрения своей физики он нормальный. Прямо очень физически развитый для Сербии. А вот с психологией и тем более с техникой есть вопрос. Потому что опека 8, мне кажется, для сербской первой лиги это очень мало. Тем более немцу не 17 лет, а 21. И уже в 21-то игрок такой более зрелый должен быть. Придрака Ивкович получает повреждения. И это очень плохо. Очень плохо. Возможная травма ноги. Но там вряд ли это обойдется каким-то легким повреждением. Поэтому Ефремович выходит. Очень жаль. Очень жаль, потому что Ивкович звезда и лидер нашей команды. В атаке соперники в непривычной желтой форме выступает сегодня Новий Пазар. Жаркова играет, соответственно, в синий. Экель делает, ну, что-то абсолютно неуместное. Вынес мяч куда попало головой. И моментальный кинжальный удар от Жаркова. Поддача у Главбова. Стоянович здесь выигрывает верховое единоборство. Павлович здесь Кочич уже хорош. Мы его взяли в аренду. Это игрок на левый фланг обороны. Ну, просто посмотреть, на что этот футболист годен. И, возможно, мы его как-то попытаемся и в следующий сезон тоже либо в аренду взять, либо вообще выкупить. Потому что, я надеюсь, денежки будут. А вот момент. Но до Милана Видакова не добирается мяч в этой ситуации. Нович. Галкипер. Вот это выбил с рук. Аж-то практически чужой штрафной. Есть силушка богатырская. Экель. Ну, пытался начать атаку нестандартно. Ничего из этого не вышло. Вернули мяч все равно в заднюю линию. Вукович. Перевод на Максимовича. Здесь Кочич. Максимович. Забеганий нет. Но Максимович бежит сам с мячом. Умеет он мяч протащить. Один из лучших ассистентов чемпионата. Петрович. Джурич. Ефремович. Заблокировали первую попытку. И вторую тоже. Савич. Контратака наших соперников. К чему она приведет? Ну, Савич пока очень легко оббежал Живковича. И Басарич. Ну, удар заблокировал Экель. Кстати, немец здесь отработал. Штрафной зарабатывают футболисты нового Пазара. Джурич. Подача. Экель. Скидка. Гол. Милош Стоянович. Два центральных защитника соорудили забитый мяч. А Ральф Экель как-то так вот заставляет серьезно подумать над тем, стоит ли его продлевать. Я-то не хотел его продлевать изначально, но смотрите, какую хитрую умную передачу он сделал. Ведь любой другой молодой игрок в этой ситуации, наверное, сотворит какую-нибудь чушь. Пробьет сам. Но Экель увидел освободившегося партнера, и не как центральный защитник в этой ситуации он сыграл, а как плеймейкер. Умный плеймейкер. Хороший, качественный. Поэтому присмотреться к Ральфу Экелю точно стоит. И подумать над его продлением тоже. Так что все взвесим. Тщательно взвесим. Вы можете свои мнения в комментариях оставить, потянет ли Экель первую, ну не первую, а уже Суперлигу Сербии. Пишите. И обязательно не забывайте ставить пальцы вверх. Если еще не подписаны, подписываться. А если подписаны, ну пропускать серии, ставить колокольчик, чтобы их не пропускать. Максимович, браво! Петрович на Максимович. Я знаю, что он Петрович на самом деле. Но мне нравится назвать его Владимир Петрович. Ну вот Петрович на Максимовича и 2-0 очень красивая комбинация. И что мне нравится, вот этот стиль игровой, он для нового Пазара идеально подошел. И мы грамотно оценили уровень команды, оценили их уровень пасса. И они вот в стиле владения подконтрольным реально доминируют. При том, что это была не команда-фаворит, когда мы ее взяли. Это была команда середняк вот этой первой лиги. Но при нас она стала фаворитом. Ну вот гол, конечно, Игорь Савич забил. Нам в основном, если забивают, то какими-то дальними ударами. Ну либо со стандартов. Потому что переиграть нас, ну очень сложно. Здесь повезло с отскоком. Ну два раза сильно повезло. Живкович прямо на ногу Савичу. И Савич пробил, ну так, знаете, два раза не ударишь. Но Савич пробил. Давайте посмотрим, что придумает Жаркова. Они сейчас на подъеме явно. Тем более, что забили гол такой, который может окрылить. Такое есть. Павлович. Ну можно назвать его Палыч, наверное, просто. Палыч. Палыч неплохо подал, но удар головой оказался не сильно опасным. Неудачно исполненным. Экель. Ну не удается Экелю пока каким-то первым пасом удивлять оборону соперников. В итоге все сводится к нашему голкиперу. А вот там Милан Видаков. Он может выиграть верховую борьбу. И здесь, кстати, не было ли фола против Ефремовича? Мне показалось, что нарушение правил было. Савич очень легко оббежал Живковича. И здесь Йоксимович. Дальний удар. Очень опасный и неприятный момент. Начало первого тайма было полностью за нами, но в конце Жаркова тоже начали создавать моменты. Один из них воплотили в гол. Ну здесь надо сказать, что играли неплохо, но можете еще лучше. И вот к некоторым футболистам, которые играют на недостаточно высокие оценки. Вот Живкович, например, несколько раз обыгрывали. Им нужно объяснить, что не так. Светозар Кочич выглядит немотивированным. Уже первый кандидат на замену. Если футболист не воспринимает тренера, то надо этого футболиста наказывать. Так что, возможно, мы где-то минуте на 60-й выпустим другого игрока. Живкович с мячом отдает вперед на Ефремовича. Джурич, Видаков, назад. Петрович, Максимович. Ну все находят друг друга. Кочич. Ну Кочич может о себе изменить мнение, если сейчас поучаствует, например, в результативной атаке. Все может быть. Ни на ком крест не ставим. Ефремович. Передача на Видакова. Видаков здорово пробил, но вратарь не дремал. В атаке соперники. Ну вот здесь важно побороться с ними. Павлович, ну это вообще закатили. Бобан Попович. Просто один стоял. Просто стоял один. Переходим в наступление. Ну, конечно, такие голы пропускать. Это вот привет центру обороны и привет Экелю, который, возможно, не совсем в форме. Ну вот здесь. Ну вот как? Ну мимо тебя мяч проходит. Вратарь тоже. Ворон считает. Мог спокойно эту передачу перехватывать. Но здесь и вратарю минус, и центральным защитникам тоже, конечно. Что в такой ситуации надо действовать. Ефремович. Разворачивается, отдает Живковичу. Вукович. Ну и вот Стоянович получает мяч. Экель. Джурич. Здорово! Ефремович! Удар неплохой. И, возможно... Ага, угловой все-таки будет. Вратарь забрал мяч в руки. Но забрал его уже за линией. Судья это увидел. Момент опасный. Но... Мимо. Ну уже сыграно время. Соперники выбивают. Даже несмотря на экспериментальный состав. В общем-то, нам удается сыграть ничью с соперником, который в хорошей форме. Который играл дома. И... Ну, к победе мы были ближе, чем наши оппоненты. Опять-таки, очередной, уверенный, красивый матч от команды Новий Пазар. Ну, вы, конечно, видите, что по XG они нас превзошли. Но это один удар вот этот в упор. Он им дал, по сути, огромный перевес по XG. Потому что там было сложнее промахнуться, чем забить. А так, в общем, по статистике мы соперников опять-таки превзошли. По всем статьям и по всем пунктам. Придорок Ивкович это, конечно, потеря. Ну да, в конце сезона уже, наверное, не так страшно. С Ивковичем контракт мы подписали до 28-го года. Ну, то есть до конца следующего сезона. Опять же, не знаю, насколько Ивкович будет хорош в сербской суперлиге. Но в права лиге у него 18 голов, 12 голевых передач в 33-х матчах. У ни у кого в нашей команде нет такой статистики. Ни у кого. Ну вот тут у меня такая табличка есть по XG. Ну, вернее, не по XG, а по... А нет, нет, есть похожая статистика у Максимовича. Но у него 14 плюс 15. У этого 19 плюс 12. Ну и Ведаков, конечно, на 22 гола, 6 голевых передач. Вот они особняком стоят. Но все-таки у Ивковича у него и голов, ну, почти 20. И голевых передач 12. То есть он все может. Если Максимович, ну, тоже, конечно, хорош. Но Ивкович, Ивкович гений. Ивкович гений, Ивкович... Ивкович топ. Ну что, и матч с командой Златибор. Давайте оправдаем авансы, которые вам выдали журналисты. В атаке наши соперники. Команда Златибор в белой форме, мы в синий. Ну и... Так вот, первая же минута и опасность возле наших ворот. Златибор нацелен отомстить. Последний матч мы их обыграли. Ну и, соответственно, Златибор команда, которая занимает второе место. Которая тоже добивается повышения в классе. Напрямую, без стыковых матчей. Так что, соперник тоже очень сильный. Не будем их со счетов сбрасывать. Джурович достает. Очень неприятный удар. Браво нашему голкиперу. Ну и здесь еще один момент, созданный футболистами Златибора. И еще один момент, созданный футболистами Златибора. И вновь Дурович. Джурович. Наш вратарь. В игре. Ну, прям так вот голкипер у нас решил сразу действовать. Вместо Ивковича играет Баздаревич. Мы решили, что именно ему стоит дать возможность поиграть. Понятно, что мы все вопросы свои уже решили. Можем экспериментировать с составом как угодно. Молодой Масич в обороне вместе с Экелем. Так что здесь неоптимальный у нас состав. Тем не менее, в атаке есть лидеры, которые могут создавать моменты. Это и Петрович, и Джурич, и, конечно же, Максимович. Нацеленные футболисты Златибора на результат. Они тоже умеют владеть мячом. Они умеют показывать быстрый пас. И вот сейчас мы видим как раз быстрый пас на вратаря. Домашняя заготовка наших соперников. Экель. Придумывает свой пас. Великолепный пас на Видакова. Видаков Баздаревича. Баздаревич пробил, ну, слишком бездарно. Пробил прямо по центру. Для вратаря никаких проблем с таким ударом справиться. Ну, наверное, и нет. Тем более для вратаря качественного. Ну, вот контратака. Может быть, здесь что-то соперники наши придумывают. Нет, ничего не придумали. Экель. Посмотрим, что немец. Сделает. Ничего не сделал. Еще одна попытка у немца что-то придумать. Не придумал. Джурич. Баздаревич. Хорошо, хорошо разыгрываем. Хорошо раскатываем. Джурич. Видаков. Ну, паса. Паса не следует. Паса не следует. Белич. Проникающая передача не проходит. Но Баздаревич все-таки удар исполнил. Удар примерно в район дальней девятки. Баздаревич. На Живковича. Живкович. Думает долго. Отдает Беличу. Здесь. Хорошо. Баздаревич разбегается. Можно подать. Подача есть. Удар есть. Но Панич без паники забирает этот мяч в руки. Стандарт. Джурич. Удар. Перекладина. Ну, Новий Пазар вначале так немножечко дал сопернику почувствовать, что называется, вкусы игры. А дальше футболисты Новия Пазара просто игру контролируют. И первый тайм, особенно его концовка, точно осталось за хозяевами, за нашей командой. Вот видите, по их джиму так выровнялись. Вначале у соперника были моменты, но затем они сошли на нет. Естественно, я скажу, что я недоволен, потому что нельзя так проваливаться в начале тайма. И хочется уже все-таки забивать голы. Так что давайте, парни. Я верю, что второй тайм проведете более убедительно, чем первый. Потому что в первом все-таки очень много позволили сопернику. Ну, и сами, честно сказать, ну, не совсем наиграли на забитый мяч. Не совсем наиграли. Сказать, что наиграли, наверное, будет неправильно. Джурич, Баздаревич, Живкович, Берич, Баздаревич, удар накрыт. Ивкович, ну, не получается ничего. Максимович на Видакова, Видаков на Исламовича. Исламович, будет ли прострел? Максимович, есть подача. Баздаревич здесь. Баздаревич на Джурича. Ну, там уж совсем просто костьми ложатся футболисты Златибора. Лишь бы не пропустить. И не только вратарь, но и полевые игроки участвуют в построении вот этих живых баррикад. В вратарской площади. Ну, вот Джурич отдает на Максимовича. Мне, кстати, уже говорили, писали в комментах, что переходи уже в другую команду. Потому что невозможно запомнить, во-первых, этих игроков. И все практически на Ич заканчиваются, кроме Милла, на Видакова и Экеля. Все остальные это Ич, Ич, Ич. Где там Петрович, где там Максимович. В общем, все на одно лицо. И вот наша лига РПЛ. Если, как многие хотят, чтобы лимит отменили. Лимит отменит, и половина команд у нас будет вот из этих Теребоньковичей состоять. То есть безликая станет лига. С второсортными иностранцами. Но зато зарплаты на наших футболистов упадут довольно серьезно. Так что из двух зол надо выбрать, как обычно. Петкович отдает на Милорадовича. И здесь соперники пытаются что-то организовать. У них это пока не выходит. Наши ребята грамотно прессингуют. Но любой пас может разрезать оборону. Смотрите. Ваганькович. Это прям Ваганьковское кладбище у наших соперников. Если кто там Глушаков это похороны, то Ваганькович это... Не знаю, что поминки. Так, давайте Вукаевича выпустим. Дадим ему игровую практику. Не идет игра у Джурича. Значит, выпустим Кечу. Ну, пока вот это... Две замены. Максимович на Баздаревича. Петрович. Браво. Разыграно как по нотам. Дожали соперника. И здесь уже вывели. Вывели Владимира Петровича на ударку. Баздаревич, кстати, которому дали шанс проявить себя. И он себя проявил. Отметился результативным действием. Снова атака Златибора. Затевают они. О, Кеча решил заработать красную. Ну, серьезно. Зачем? Кеча, зачем? Зачем? Да, понятно, что 75-ая минута. Понятно, что, наверное, не хочется этим всем заниматься. Сейчас пасы немножко постандартнее сделаем. Темп игры немножечко тоже постандартнее сделаем. Все, что мы сейчас изменим, это вот это. Ну и здесь нужно еще, конечно, подумать над заменами. Не, возможно, Видакова надо бы заменить. Он на 6.5 играет. Но пока я не буду этого делать, дождусь минуты там 85-й какой-нибудь. В любом случае, ну, дали сопернику шанс, что называется. Хотя у нас теперь больше пространства. Но игроки к этому пространству, наверное, не готовы. Потому что надо все-таки теперь больше бегать. Надо побольше что-то думать и создавать. Лукаевич, Радаман прорывается. Но здесь Джурович надежен. Баздаревич, вперед идет играющий в меньшинстве Новий Пазар. Подача Видаков пробил. Пробил ведь поворотом. Здорово пробил. Действуем в меньшинстве. Продумываем очередную атаку. Ну, видите, наша команда пытается контролировать мяч даже в таких ситуациях. Видаков вновь цепляется. Ну, пас на Петровича безобразный. И момент создали соперники. Но здесь, конечно, виноват Видаков в этом обрезе. До конца остаются считанные уже секунды. Ну, и, видимо, вот-вот уже прозвучит свисток. Да, Новий Пазар, несмотря на меньшинство, одерживает все-таки победу. И, ну да, был у соперников вот этот момент. В конце, после срезки обидной от Видакова. Но в остальном сыграли хорошо. Молодцы. Была отличная победа, отличное завершение сезона. 91 очко мы набрали. 91. Переходим к традиционному обзору сезона. Самого легкого сезона в этой карьере. Милан Видаков. Ну, его оценили всего лишь на Б. Действительно, 22 гола, 6 голевых передач. Бэшечка. Ральф Экель, С+. Гол и голевой пас за 4 игры в основе, 2 выхода на замену. Милан Станойлевич тоже так неплохо себя показал Джурович. Вообще, А+. Ну, и хотелось бы, да, его аренду, наверное, продлить. Потому что вратарь очень и очень достойный. Если, возможно, продлить аренду, надо этим воспользоваться. Джурович, А-. Ну, он 11 голевых передач отдал. И действительно, показал себя здорово. Ефремович 11 голов в 15 играх. В конце, конечно, Видаков его вытеснил из состава. А Ефремович арендован из Цервена Звезды. Поэтому в следующем сезоне, наверное, нам его в аренду не отдадут. Но если отдадут, это будет круто и здорово. Ну, Кетча не так здорово провел у нас матчи. Два гола, пять голевых передач в 17 играх. Так себе еще и запомнился вот этим дурацким удалением. Подпортил себе среднюю оценку. Но так, в общем, тоже неплохо. Кочич тоже оценен приемлемо. Но другое дело, что в новой лиге нам нужны будут футболисты сильнее, чем Кочич. Статистика. Вы видите, в кубке мы тоже прошли довольно далеко. Как могли, так и прошли. Незабываемый момент. Самая крупная победа 3-8 от команды АМТ. Незабываемый матч 5-2 с командой АМТ. Ну, и лучший гол сезона забил Джурич с 21 метра. Ну, красивый гол. По спонсорству все так же остается. Доход от трансляции чуть-чуть выше. Корпоративный гостиничный бизнес примерно такой же. Призовых чуть больше. Но, в общем, мы не особо заработали. Не особо заработали. Спонсорских сделок пока нет. Значимых сделок нет. И финансы не улучшились. Это, конечно, грустно. Петрович. У нас самые продаваемые футболки у него. Далее Максимович. Вот Видаков. Тоже в числе продаваемых по футболкам футболистов. И действительно, Галеодоры всегда в цене. Кураж бомжей. И награды его футболистам. Игрок сезона Дина Масич. Лучший молодой Дина Масич. Лучшее приобретение Видаков. Лучший гол Джурич. Видаков лучший бомбардир. Максимович лучший ассистент. Ивкович чаще всего становился игроком матча. Лучшая оценка Масич. Стоянович большее число точных передач. Ну, здесь Видаков, 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 Максимович, Ивкович. Такие вот дела. Ну, и страница истории. Команда Новый Пазар. Фантастически начала сезон. И фантастически его закончил. Таким образом, нам удалось добиться многого. Ну, и в итоге мы поднялись в дивизион выше. Совет директоров в восторге. В восторге. Рост репутации клуба достигнут. Но вопрос-то в другом. Вопрос в другом. Сейчас нам говорят играть в солидный оборонительный футбол. Делать ставку на контроль мяча. Ну, это такие одобренные клубные ценности. Работа в рамках бюджета. Приобретение игроков на продажу с прибылью. Бороться за выживание. Вот такая задача перед нами стоит. Мы, конечно, этот план принимаем. Ну, а что мы тут изменим? Мы тут ничего не изменим. И вообще эта ситуация с планом, она, так скажем, не особо на что-то влияет. Что касается разговора. И я думаю, что здесь нужно сказать, что мы заслужили повышение в классе. И будем стараться поработать в следующем сезоне. Обсудим обещания на предсезонной подготовке. Не знаю, будет ли она в новом базаре. Или, может быть, она будет в другом клубе. Если вдруг, если вдруг будет какое-то предложение в телеграм-канале, ссылочка на телеграм под видео, в телеграм-канале будет, что называется, опрос. И вы в этом опросе проголосуете, решите, меняем мы клуб, не меняем мы клуб. Но это все будет, естественно, зависеть от того, какой клуб нам что предложит. Ну, и, наверное, многим интересно, как же там Спартак из Нальчика. После вылета в ФНЛ Спартак из Нальчика, к сожалению... Ну, у них еще, конечно, матч в запасе есть против Шинника. Но даже если Спартак Нальчик его выиграет, он займет, ну, разве что место седьмое, если выиграет. Но даже седьмое место это ничего не значит, потому что команда никуда все равно не пробьется и никуда не выйдет. Грустно? Ну, конечно же, конечно же, грустно. Посмотрим на менеджера. По-прежнему Евгений Харлачев работает. Ну, у него континентальная лицензия ПРО, ему на обучение ходить не нужно. Поэтому его все устраивает. Он на курсы не записывается. Ну, и вот под одним из прошлых видео комментарий оставлял Глеб Ефимов. Вратарь, который у нас был основным вратарем в Нальчике. Ну, вот видите, пришел другой тренер и Ефимов усадил на лавку. Играет у него вот этот Марсело Дель Солер. Мы его скиллов не видим. Не знаю, насколько это хороший вратарь. Но в 43 матчах пропустил 53 гола ФНЛ. Притом, что за одного из фаворитов... А, нет. 32 игры, 33 гола. Нормально, в принципе. На хорошей оценке играет. Куплен был за 52 тысячи из Палмейроса. Ну, в РПЛ он, конечно, на 6.4 играл. То есть там нещадно пропускал. Но ФНЛ. Прям его лига. 10 сухарей. 6 раз игроком матч остановился. Бразильский бист из ФНЛ. Вот такой вот теперь стоит в воротах у Спартака из Нальчика. Ну, и вот состав. В общем, от моего состава здесь остался Шарков. Подписали все-таки Владимирова, который ко мне как-то отказался переходить. Перешел в итоге то ли в Скоростов, то ли в Форт Таганрог. Но вот здесь теперь играет. Владимиров, как вы помните, примечательный на своей огромной просто бычьей шее. Такого защитника, да, боятся, естественно, все. Писара остается в команде. Ну, из тех, кого мы знаем, Писара остается. Ну, и Рейнальда тоже до сих пор не продали. Он травмирован. А если говорить про переходы... Ну, Нальчик на 300 тысяч на продавал. Тут, конечно, есть и Сухомлинов, который перешел в Акрон. И сейчас тоже вышел в премьер-лигу с ним. Усанов в Иваново. Тричковича продали в КамАЗ. Самко за копейки в Велес. Ну, а Роман Изотов играл в аренде в Курском Авангарде. Ну, и во второй ФНЛ, четырех матчах и пяти выходах на замену, забил два гола. Не густо, конечно, не густо, но судьба Изотова очень всем интересна. Мне, конечно, многие писали. Я просто всем отвечу. То, что многие писали, интересовались, почему я не взял Изотова в Сербию. Ну, потому что у него зарплата 975 евро. Это огромная зарплата для Сербии. То есть у нас там какой-нибудь лидер команды, Джурич, получается 170 евро. Какой-нибудь Максимович, наш прям суперлидер, получается 300. Ну, это уже прям вообще предел. Мы больше платить не можем. Ну, естественно, там 900 – это недосягаемая сумма для Сербии. Ну, и вот видите, что игроки намного сильнее, чем Изотов. Они зарабатывают намного меньше. Потому что в Сербии большая очень конкуренция вот именно на этом уровне. Да, есть, наверное, игроки немножко выше классом, которые зарабатывают больше в суперлиге. Но вот в любом случае наши даже лидеры, типа Петровича, всего 300 евро в неделю имеют. В Цервении Звездия зарплаты другие. Ну, тот же самый Александр Драгович. 36 лет уже Драговичу, представляете? Ну, и зарплата 9000. Солидно, солидно. Ну, ключевой игрок у них тоже Петрович. 7 зарабатывает. Хорошие деньги для сербской лиги. Ну, опять же, почему в Сербии не сидят все таланты? Почему они разъезжаются по другим странам? Потому что у них маленькие зарплаты внутри. Собственно, поэтому и украинцы разъезжаются, и сербы разъезжаются, и, ну, бельгийцы. То есть чем чемпионат беднее, тем оттуда больше футболистов уезжают. Но при этом эти футболисты должны себя зарекомендовать в Европе. То есть при этом нужно, чтобы игроки были достаточно сильными. То есть та же самая Цервена Звезда, она все равно в Еврокубках себя показывает. И, собственно, этих футболистов на европейском уровне видят. Если же они будут творить столько во внутренней каше, то тогда будут проблемы. А вот те же самые клубы, типа Брюги, Андерлехта в свое время, бельгийские команды, они были на виду. И игроки из них были на виду. И они поэтому уезжали в другие команды. Потому что были на виду за счет европейских матчей. Так что говорить о том, что мы сейчас там всех разгоним и за нашими футболистами очередь выстроиться, не выстроиться. Они должны при этом еще и показывать себя как сербы или бельгийцы в Европе. Кубок Сербии мы проиграли будущим чемпионом. Цервена Звезда в финале уступила партизану. Ну, в общем, две команды супертоповые. Логично, что они играют в финале кубков. Ну, кубковое соревнование, оно такое. Иногда пролетер, например, может победить. Какие-нибудь чукарички. Но, в общем и целом, Цервена Звезда, Партизан. В общем, это турнир для топов. Это турнир для топов. Ну, и в Сербии топ клуба 2. Цервена Звезда и Партизан. Ну, вот рекорды. Новый Пазар. Проиграл всего два матча. Установил новый рекорд клуба. Набрали мы рекордное количество очков. 91. Ну, а Масич установил рекорд всей первой лиги Сербии. За 25 игр. Ну, получается, смотрите, 7.64. Очень круто. До этого Ваня Ильич был рекордсменом с отцеткой 7.48. Но Дина Масич, удивительный футболист. Очень молодой, 20 лет ему. Ну, и вы видите, что у него довольно приличный рост скиллов. Особенно психологии. Физика у него и так хороша. Рост 1.99. Веста прыжка. 17. Если бы у него была игра головой, там, на уровне 11. Он бы с угловых только так клепал. А так он забил 4 гола. Естественно, в основном с угловых. И, ну, блин, 17 в первой лиге Сербии. Это просто доминация лютейшая. Чтобы вы понимали, здесь... Ну, я все равно там меряю как-то по уровню российской премьер-лиги. А здесь уровень намного ниже. То есть, РПЛ это прям, ну, такое все. Довольно логичное, крутое. И тот же самый Дина Масич в РПЛ ничего бы не смог сделать. Ну, выбор позиций 10, опека 9, игра головой 7, отбор 10. Это просто смешные показатели для РПЛ. Это даже в ФНЛ не факт, что он бы мог бестить. Но в чемпионате Сербии этот игрок это просто какой-то бог и уникум. С такой физикой, тем более, он там всех просто давит и в защите, и, естественно, в нападении при розыгрыше угловых или штрафных. Правило Суперлиги. Четыре иностранца. На поле должно находиться не более четырех иностранцев. Так что, ну, правила позволяют нам того же самого Экеля, например, сохранить и поискать других легионеров. Но здесь все будет зависеть непосредственно от качества этих легионеров. Кого мы сможем найти, кого мы сможем подписать. Итак, важное сообщение. Это финансовые итоги. Ну, по спонсорству ничего, но у нас новая спонсорская сделка на сумму 300 тысяч. Так ли все хорошо? У нас было минус 303 тысячи, и сейчас мы в плюс 100 находимся. По спонсорам, ну, получается, что этот спонсор дополнительный к 15 тысячам и 12 тысячам. Но это, конечно, все очень мало. То есть 300 тысяч – это в любом случае копейки. Копейки. Чтобы были не копейки, нам надо кого-то продать. Желательно Петровича, желательно не меньше, чем за сотку. А иначе мы опустимся в глубокие долги. И в Сербии нет такого, что клуб как-то помогал тебе там финансово. Что финансовый статус в норме-то в норме, но мы в глубокую яму рискуем попасть, потому что нам необходимо увеличивать свои доходы. Как я понимаю, доходов от ТВ в основной сербской лиге, в суперлиге тоже нет, и поэтому проблемки-то будут. Ну, вот еще дополнительные итоги сезона. Ивкович – лучший сербский игрок сезона. 18 голов. Ведаков на втором месте. Ивковичу мы поздравляем. Спасибо, босс. Ну, вот Гигича догнать Ведакова не получилось. 20 голов у него против 23 у соперника. Но все равно молодец, старался. Красавец. Кураж бомжей. Выиграл звание менеджера сезона. Мы и в сербской первой лиге стали менеджером сезона. Это хорошая награда. Ну, и наш президент тоже очень доволен этим достижением. Команда сезона. Ну, тут все наши, кроме Петковича. И все. Только Петкович из Золотибора смог пробиться в эту команду. А так, команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Просто вот мы. Ивкович посвящает награду, конечно же, кому бы вы думали, куражу бомжей. Белич попал в сборную года, и мы ему еще и заплатили. Ну, правда, 150 евро, но тоже неплохо для, конечно же, Белича. Сид Муратович подписал контракт с зарплатой 70 евро в неделю. Если вам интересно, как у нас проходят тренировки, то кураж бомжей, кстати, уже перестал быть, наверное, самым бомжовым тренером. Хотя есть еще Эльведин Халикович, но он тоже, в общем-то, далеко не бомж по скиллам. Да, вот разрешили бы еще одного тренера подписать. Это нам бы серьезно помогло улучшить ситуацию, потому что, потому что, потому. Здесь вот Станойлевич, ну, тоже довольно неплохой тренер. Вот нам бы какого-нибудь бомжика подписать и этого бомжика раскидать по всем местам. Либо же просто, ну, просто другого специалиста какого-то найти по слабым нашим местам. Это нам бы на самом деле помогло. Ну, вот здесь вот свободное место только для тренера-аналитика. От него толку, как вы знаете, как от козла молока. Иногда у меня спрашивают, почему ты не заполняешь штат полностью? Ну, потому что многие персонажи, типа технического директора, спортивного директора, руководителя отдела аренд. Прости, господи, здесь он есть и не знаю, как он вообще при нуле доступного персонала, как он вообще тут существует. Но, по сути, это абсолютно бесполезный персонаж. Он не нужен, потому что, блин, зачем? Зачем просто в штате нужен руководитель отдела аренд? Аренд. Это самый бесполезный вообще персонаж, который только может быть... Да, он может быть нормальным в каком-нибудь топ-клубе, где у вас... Где вы деньги не считаете, где вам нужно следить за кучей арендованных игроков. Там, условный Манчестер Юнайтед сдает в аренду, там, 25 человек. И, да, руководитель отдела аренд будет вам отчеты предоставлять обо всех игроках в аренде. Если вам будет так интересно за ними следить. Но это чисто вообще декоративная функция. Это может делать любой скаут. Но есть и есть, допустим, этот руководитель. Можно ему там поручить отдавать в аренду, искать выгодные варианты. Но это супер бесполезный член тренерского штаба. Ну, то есть в маленьком клубе, где вы... Кого мы в аренду отдаем? Ну, практически никого. Там, условно, и спортивный директор, технический директор, это тоже пожиратели зарплаты. Технический директор, возможно, тоже в большом клубе его нанять, чтобы он автоматически продлевал контракты огромному количеству персонала. Да, там, когда у вас 25 скаутов, 30 тренеров, всевозможных ассистентов, там, да, там, наверное, без ТД просто долго вы будете сидеть. Но спортивный директор, если, конечно, у вас, опять же, куча лишних денег, можно его нанять. Но, как правило, спортивный директор просит, там, зарплату 500 евро минимум, да. А в слабом клубе 500 евро – это два хороших футболиста. Или, там, ну, какой-нибудь тренер, какой-нибудь ассистент, ну, то есть полезный член тренерского штаба. Тренеры, они полезные, они ведут тренировки, и у вас, соответственно, ну, вот здесь вот вы по количеству звездочек определяете, насколько хорошо ваши тренеры работают. И это зависит уже от их скиллов. Да, тренеры полезны. Тренер-аналитик – тоже бесполезное существо, потому что он, ну, только выполняет тоже функцию декорации, вам принесет отчетик о том, что у нас там было в матче. Но это вы и так знаете. Вы, в принципе, ну, без этих цифрок проживете. Это вам не нужно в слабом клубе. Когда у вас клуб сильный и куча денег, тогда, да, там, можно нанять, баловаться и так далее. Я просто к тому, что в FM необходимо делать так, чтобы персонал был полезен. То есть, условно, руководитель отдела аренд. Если он у вас есть, то, отдавая футболиста в аренду, например, он, типа, там, с ним созванивается, какую-нибудь программу тренировочную там ему отправляет, и этот футболист лучше качается. Вот тогда, да, тогда будет смысл руководителя отдела аренд. И даже в каком-нибудь там среднем клубе, не только в топ-клубе, будет смысл его нанять, потому что он лучше качает игроков в аренде. Игроки, отданные в аренду, лучше прокачиваются. Тогда, да, это будет классный член тренерского штаба. Или там условный тренер-аналитик, если его нанять, мы быстрее учим понимание тактики. И даже если игрок тренируется на какой-то смежной позиции, допустим, тренер-аналитик сглаживает этот угол, и он, тренируясь на позиции, например, чистого форварда, может спокойно выполнять функцию прессингующего форварда. К примеру, да, то есть он осваивает другую роль параллельно со своей основой, потому что есть тренер-аналитик. Но это все так, к сожалению, не работает. И почему-то, почему-то Sports Interactive до этого не может допетрить, чтобы просто сделать полезными всех вот этих вот созданий. Ну, то есть технический директор, если он у вас есть, он может договориться на более выгодные условия, продлевая контракты с тренерским штабом. Тогда, да, в нем будет смысл, он будет лучше договариваться, он будет экономить ваши деньги. То же самое и спортивный директор. Нафига он, я извиняюсь, нужен, если вы можете сами договориться о контракте с кем-то? То есть спортивный директор, он не сильно помогает в этом смысле. Вы сами можете подписать максимально выгодного игрока. Необходимо каждого вот из этих вот персонажей сделать полезным. И вот когда они будут все полезными, вот тогда будет круто. Ну, кстати, у нас по первой лиге, вы видите, персоналы так топовые практически по всем направлениям, по всем критериям. В следующей серии уже узнаем, во-первых, где мы будем. Потому что вполне может быть, что меня куда-то позовут. Так что следите за телегой. Там будут, ну, уже, наверное, появилось известие. Потому что серия записана раньше, чем вышла намного раньше. Не вчера. Так что тут, может быть, может быть, все что угодно. И, может быть, какой-то клуб нас пригласит. Естественно, я не хочу переходить в Россию. Хочется посмотреть какую-то другую страну. Ну, там, условно, Мексика, наверное, была бы интересна. Неинтересно. Южная Америка, какая-нибудь Аргентина. Ну, если пригласят, условно, наверное, в Португалию, в Австрию, я тоже не откажусь. Да, там, в Ливерпуль переходить, наверное, пока еще не интересно. Хочется, ну, в какой-то такой вот клубик отправиться, наверное. Но, с другой стороны, опускаться прямо в глубокие жесткие перди тоже не хочется. И тренировать там какой-нибудь клуб SkyBet Лиги 2 неинтересно. Ну, вот, во второй лиге, может быть, возможно. Кстати, Раджан Ингалан претендует на пост главного тренера Нима. Хотя Раджан Ингалан, а он же вам ей не поработал, да. Представляете, вот еще недавно был игроком, а теперь уже тренер. И вот им Ним как раз заинтересован, скорее всего, перейдет туда. Так что следите за новыми сериями. Не забывайте поддерживать их пальцами вверх, подписываться на канал. Всего вам самого доброго, удачи и пока-пока-пока. Пока.